о здорово читаем хотелось не рассказать а про алгоритмы ютуба я хотел вам рассказать был я думал что это только у меня короче канал просел да что это только в моей голове почему так все произошло но оказывается что не все здесь так просто сейчас я кофейку быстро себе сделаю и мы продолжим в общем пока вода закипает я хотел бы вам рассказать небольшую предысторию мой канал начал так неплохо набирать обороты нормально так на нормальным такими темпами развиваться начале этого года 2021 где-то в конце февраля начале марта я не скринил к сожалению вот по статистике youtube студии у меня было за последние 28 дней 600 часов просмотров и 12700 таковых просмотров то есть это достаточно приличные цифры для моего канала подписчики прибавлялись рост подписчиков был стабильным но потом произошла резкая просадка то есть где-то в середине марта это где-то было 22 марта исходя из аналитики 22 там 25 такие числа произошла резкая просадка все просмотров вообще не было в эти дни ролики мои не ранжировались подписчики не прибавлялись и после этого начался резкий спад на тот момент я подумал только об одном что наверное мои видео перестали смотреть так и канал как бы узко специализированный маленький канал я не шибко классом там что-то рассказываю да не супер активно поэтому вполне закономерно но такого резкого падения я конечно не ожидал то есть прям время просмотра начало кардинально уменьшаться просмотры как таковые начали кардинально уменьшаться и потом я уже начал гуглить информацию чтобы понять что такое происходит потому что это не был как иногда бывает ну такой провал по просмотрам да про по активности а потом опять заново канал начал бы набирать обороты нет тут как пошло все на уголь так постепенно но и пошло кофеек где-то через месяц после данного события на ю тубе другие блогеры начали рассказывать о том что канал это у них просели причем просели не только там начинающий канал дам маленький канал типа моего а и крупный канал то есть до 100 тысяч подписчиков и чем более узконаправленная тематика у вашего канала тем сильнее он просел то есть каналы типа там как я их называю затушить жопы петарду там или взорвать унитаз петардой вот эти каналы они просели там набирали просмотры люди так они набирают просели именно каналы с узкой тематикой с узконаправленной тематикой вот ребят начали рассказывать о том что у них там просмотров меньше тролливали там но никто не приводил статистику а я сегодня хотел бы вам именно на статистике показать что именно изменилось итак мы заходим в творческую студию youtube здесь мы видим аналитику самые свежие значит сейчас у нас по статистике за последние 28 дней время просмотра 236 часов просмотр в реальном времени три тысяч три с половиной тысячи то есть это вот прям показатели только недавно начали расти более-менее хотя видео я выкладывал стабильно но относительно стабильно заходим в расширенную статистику здесь выбираем просмотр реального времени и за последние 90 дней и вот здесь на графике мы видим что именно в районе 22 25 марта произошел вот этот резкий спад то есть были введены новые алгоритмы youtube и потом какое-то время вообще не было ну просмотров как таковых да вот эти пики на графике это как раз выход новых роликов ролик выходит он первый день ранжируется то есть его смотрят ваши подписчики по всплывашкам по уведомлениям да их смотрят там где-то вконтакте ну куда вы постите ваши видосы а потом на второй день все ролик перестает ранжироваться я думал что ну блин это только моя проблема на самом деле нифига то есть я нашел статью в интернете но это будем считать что официальный ответ ютуба типа почему у них там возникла проблема с отображением просмотров отображением числа подписчиков и вот там в коментах люди пишут многие люди пишут что да у вас на самом деле проблемы с алгоритмами то есть не с отображением числа просмотров то есть эту я статью и приложу и потом я еще увидел недавно но носить недавно видел короче пост валентина христи чак я думаю вы знаете кто это да украинский фотограф такой известный о том что youtube извините пожалуйста алгоритм реально то есть люди работают над роликами ролик выходит первый день набирает просмотры там 5000 просмотров потом все за второй день 100 просмотров то есть реально как бы люди стараются ничего ответ не получают то есть не просмотров не активности не ранжирование ролика но вернемся к статистике то есть вот вы видите как все происходило в конце февраля в кон но в начале середине марта то есть какая активность была на канале по просмотрам и как потом просела и только вот в начале мая буквально начале мая ролики хоть что-то начали набирать чуть попозже я предполагаю попробую предположить зачем youtube это сделал да вот давайте сейчас посмотрим еще на одну статистику это время просмотра в часах здесь мы заходим за последние 90 дней и видим то же самое только более явное то есть опять же февраль начало марта много просмотров потом 22 марта резкое падение и небольшие сподвижки то есть небольшие небольшие просмотры это я думаю смотрели именно мои постоянные подписчики которые не пропускают ни одного ролика и вот буквально вот недавно начале мая что-то начала опять проясняться как ситуация то есть это вот такая ситуация у нас именно исходя из аналитики повторюсь что я не скринил да к сожалению но вот на начало марта у меня было по статистике за последние 28 дней время просмотра где-то 600 с лишним часов а просмотр реального времени 12700 то есть это очень и очень много а сейчас эти показатели упали где-то в три раза то есть среднем по ютубу просмотры упали от 6 до 10 раз то есть канал например 100000 подписчиков которые раньше набирали там 60 70 тысяч просмотров до за месяц после выхода видеоролика сейчас набирают всего 6 12 тысяч просмотров у меня просмотр упали где-то 600 среднем до вот этой ситуации до 150 120 то есть ну примерно 6 раз но это не самое страшное так как вот по ощущениям изменились и алгоритмы засчитывания просмотров если раньше ты зашел там на ролик посмотрел несколько секунд там но несколько минут до все просмотра засчитался то сейчас для того чтобы просмотра засчитался нужно просмотреть ролик обязательно на весь экран обязательно со звуком его посмотреть если например какой-то чувак смотрит ваши видосы поставил на автовоспроизведение какой-то плейлист например плейлист видосов про объективы да и и тут такой смотрит но его роботы смотрят думают а это похоже на автоматизацию то есть накрутку просмотров тем самым youtube пытается бороться с накруткой просмотров и он такой нет этот просмотр и не буду защитить потому что по одним под одним из видосов после выхода вечером было где-то 130 просмотров там есть две шкалы как бы два пункта то есть засчитанные просмотры ну вот в моей youtube-студии да вот в этой комнате для редактирования будем договорить вот 130 как бы предварительных просмотров и 97 засчитанных когда я зашел утром на следующий день там было засчитанных всего 98 то есть 30 с лишним просмотров просто youtube не засчитал просто не засчитал даже мы проводили такой тест то есть в одном помещении брали несколько смартфонов с разными операторами до связи чтобы разные были айпи адреса и просто смотрели один и тот же видос появлялась три новых предварительно защитных просмотра а через какое-то время засчитывалось только один то есть в этот период кардинально были поломаты алгоритмы ютуба по засчитыванию просмотров также многие блогеры рассказывают о том что youtube просто начал отписывать людей то есть если у вас есть подписчики которые ну подписались на вас просто чтобы как бы увеличить число ваших подписчиков да то есть они но не смотрят ваши видосы это не их тематика там и так далее youtube смотрит это отслеживают а вот эти люди не смотрят видосы вас он понимает что возможно это боты которых вы просто накрутили например и он их отписывает то есть у вас постепенно просто уменьшается число подписчиков а да еще одна тема это удаление комментариев и вот там есть такой пункт разрешить все комментарии когда ты видос только выкладываешь я всегда его выбирал но в какие-то моменты я понимал что мне приходит уведомление на почту что вам оставили комментарий под видосом а под видосом этого коммента нет я думаю блин ну там такой коммент нормальный да ну как бы адекватный почему чувак его удалил и это иногда происходило то есть какое-то слово какое-то слово в комментарии сподвигала youtube для того чтобы этот комментарий просто удалить в общем последнее время youtube так конкретно поломался и сейчас я выскажу свои предположения почему так произошло первый и самый наверное такой адекватных пункт это естественный отбор то есть youtube понимает что каналов много канала растут появляются каналы которые выкладывают как бы перри выкладывают ролики других людей только вырезая самые интересные моменты да там лучше от bad comedian или лучше там от вот этого но такие видосы и они набирают много просмотров эти ролики youtube это понимает эти как бы каналы тоже берут монетизацию тоже им приходится платить за рекламу то есть все вот это кутерьма 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 и таким образом youtube пытается отсеять самые такие лайтовые новые каналы да потому что человек смотрит что блин что-то мои видео перестали набирать просмотры у него так знаешь знаете как в играх так мораль так падает так падает ну то есть это своего своего рода такое психологическое давление вот и чувак просто забивает на ведение своего канала второй пункт это попытка продвижения своего раздела youtube шортс то есть коротких роликов типа тик тока то есть youtube понимает что тик ток сейчас очень популярен да вот даже я смотрю на людей они сидят там листают снизу вверх то есть у них играет музон какой-то там они бухли снули на следующий ролик опять что там происходит то есть они сидят тик токи раньше все сидели на ю тубе смотрели там какие самоделки для дома сделать там или как ржавчину там отмыть с инструмента сейчас все сидят тик токи youtube это понимает понимает что длинные ролики ранжируются хуже чем короткие до меньше просмотров набирает там поэтому он немножко душит основные ролики а пытается пропихнуть идите youtube шортс потому что они все чаще и чаще у меня почему-то на ю тубе вылезают то есть раньше я заходил на youtube например тогда у меня со всех каналов на которые подписан вылезали там видосы там вот 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 иду думаешь блин сколько штут роликов когда ты все просмотр сейчас ролика 23 вылезает но зато постоянно через два-три видос там youtube шортс посмотрите youtube шортс посмотрите а третий пункт это просто изменение алгоритмов то есть просто ребята решили что нужно попробовать другие алгоритмы да они понимают что каналы опять же накручивают просмотр накручивают подписчиков да за деньги и это просто скажем борьба с накруткой хоть и говорят что если вы закажете рекламу там на google или чё там я не знаю где там можно youtube раскрутить свой то вы накрутите ботов у вас не будет активность но люди все на этим занимаются youtube это не нравится потому что канал идет не своим путем до собирая реальную аудиторию а накручивает этих подписчиков ну как бы мертвых подписчиков до пустых и вот этим алгоритмом youtube просто с этим борется возможно и так и я бы понял youtube если бы он задушил только канал у которых не подключена реклама и не подключена монетизация до типа усложнить путь до этой монетизации но в итоге пострадали все каналы то есть канал у которых до 1000 подписчиков канал у которых от 1000 до 5000 подписчиков и каналы у которых даже 100 тысяч подписчиков да тот же канал ты видеограф он начал набирать меньше просмотров тот же канал например вы смотрите тоже до баджет фумейкер то есть денис с ивановской области он там выкладывает новые видосы про новые какие-то камеры а у него эти видосы просто не набирают просмотры просто не набирают просмотр и он не понимает почему так происходит а происходит от все из-за вот этих новых логаритмов и по итогу что мы можем сделать до писать youtube и говорить ребят чего вы наделали это бесполезно на мой взгляд то есть никто ничего не будет вашу сторону изменять да они что-то там у себя там крутят и понятное дело что им вине они хозяева этой платформы а мы здесь только гости мы здесь только публикуем свои видосы и надеемся что от этого будет какой-то профи да или как но некоторые просто публикует видосы для того чтобы развиваться снимают снимают развиваются руку набивают и так далее то есть наш путь это просто также продолжать выкладывать видеоролики только делая для аранжирования ролика гораздо больше чем мы делали для этого то есть нам нужно в какие-то еще дополнительные группы вк этот видос кидать его там нужно в инстаграме пытаться закинуть да еще куда-то рекламу я не знаю я бы не стал заказывать рекламу потому что я уже озвучил выше что может быть вашим youtube каналом я в свою очередь просто начал в большее количество групп вконтакте кидать свой ролик и набрать максимальное количество просмотров за первый и второй день после публикации ролика и да конечно если у вас адекватная база подписчиков то вы можете попросить их чтобы они ставили лайки делились этим роликом соц сетях писали в комментариях да ну даже просто общались в комментариях под видосами это будет способствовать лучшему ранжированию данного видеоролика в системе youtube но я в свою очередь ни в коем случае не буду забивать на съемку роликов для этой площадке конечно неприятно что просмотров теперь будет меньше подписчиков будет прибавляться меньше там меньше будет активности на канале ну и ладно в любом случае я делаю это для себя и для того чтобы как-то прогрессировать видеосъемки я надеюсь что вы меня в этом поддержите но на сегодня у меня все всем пока